Всем привет! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале интернет-магазина VideoShopper. В моих руках Honor 9S. Знаете, очень мало телефонов с экраном меньше 6 дюймов. Здесь 5,45. HD Plus разрешение, но проблемы из этого делать совершенно не стоит, потому что экран относительно небольшой и картинка нормальная. Даже забегая вперед, могу экран, наверное, даже в плюсы отнести, потому что ничего плохого в нем нет, кроме одного. Он без олеофобного покрытия, безбожно собирает отпечатки и скольжение не такое хорошее. Но я прекрасно осознаю, что телефон недорогой. Сколько он стоит? Посмотрите текущие цены в интернет-магазине VideoShopper по ссылке под этим видео. Действительно, за эти деньги купить смартфон на Android сложно. Здесь все совершенно простое. То есть пластиковый корпус, экран без олеофобки, 2 гигабайта всего оперативки, 32 встроенной. Правда, можно поставить и две сим-карты, и карту памяти. Динамик очень необычно расположен. Знаете, все уже привыкли, что динамики на нижнем торце, динамик точнее, здесь в качестве разговорного динамика и динамика для вызовов используется один и тот же динамик, через который, то есть мы говорим, отсюда же и раздается звонок. Это очень необычное решение, не знаю, с чем связано. Возможно, с экономией на динамике. Сложно сказать. Телефон легкий, 144 грамма всего весит, батарейка чуть-чуть больше 3000, 3020 мАч. И мне показалось, что телефон при даже средней нагрузке до вечера доживает с трудом. Все-таки 3000 это маловато. Учитывая, что здесь процессор от Mediatek Helio P22, тоже по 12-нанометровым техпроцессам, чудес нет. Как второй телефон он вполне выступит. Если как основной телефон, если вы будете на нем, к примеру, слушать музыку через него, разъем для наушников есть, или по Bluetooth наушники подключить, то к вечеру, там, часам к 7-8 он вполне может разрядиться. Мне показалось, автономность не такая высокая. И еще, если вы вдруг не знаете, то здесь Android, но сервисов Google нет. То есть нет Play Market, нет других сервисов, которые, возможно, вам нужны в Google, типа Cart там или Gmail, ну мало ли. Просто здесь свое приложение от компании Huawei, свой маркет. Но, честно говоря, на мой личный взгляд, компания Huawei не понимает всю серьезность ситуации. Магазин вроде наполняется, есть, но есть какой-то мусор, совершенно ненужные, какие-то непонятные игры, плюс реклама еще. Им нужно сейчас, на мой личный взгляд, быть максимально лояльными, дружелюбными. Они продолжают себя вести так, как будто ничего не произошло. Мы а бренд, мы крутые, нам все равно. Но, к сожалению. Объясню, почему я так говорю. К примеру, вы привыкли на своем телефоне, вот у меня, я ребенку купил телефон другой марки, не Huawei, не Honor. И там есть приложение от Google, которое позволяет мне контролировать, что происходит на телефоне ребенка моего сына. Здесь такого приложения просто может не быть, понимаете? А я к нему привык, оно действительно удобно, оно бесплатно. И таких вариантов может быть много. Да, есть Аврора, есть свой магазин, можно ПК-файлы поставить. Но, опять же, просто Google и Apple, ну и Windows, наверное, это три таких вот крупнейших. Ну, Windows не будем сейчас, телефонов на Windows нет. Хорошо, Android и, соответственно, iOS. Это две огромные платформы, два огромных магазина, куда все разработчики максимально быстро и в первую очередь разрабатывают игры и приложения. Здесь же, получается, только компания Huawei осталась в стороне, у них нет Google Play маркета. С другой стороны, все, что я говорю, для вас может быть совершенно неважным, потому что, во-первых, есть аналоги, если вы любите смотреть YouTube, YouTube приложения, конечно, нет. Но вы можете поставить другое. Если вас это устроит, и если этот телефон не планируется, на него не планируется устанавливать огромное количество приложений, а достаточно просто музыка, достаточно просто фильм на нем, возможно, посмотреть, хотя я сомневаюсь, что кто-то будет смотреть на нем фильмы. Просто звонилка, относительно недорогая, с сенсорным экраном, не кнопочный 3G, 4G, то пожалуйста. По камерам еще один. Но минус, наверное, не буду говорить, что минус, все-таки телефон недорогой, но все-таки. Такое чувство, что здесь три, а то и четыре камеры, на первый взгляд. На самом деле, камера только одна, 8 мегапикселей и 5 мегапикселей фронтальная. Качество фотографий, наверное, для своей цены, которая намного ниже 10 тысяч, можно сказать, что неплохое. А вот качество видео забудьте. Оно отвратительное, если честно, к сожалению. Фото нормальное, видео вообще никакое. Знаете, на этом, наверное, обзор я закончу. Я ни в коем случае не хочу ругать этот телефон, потому что он недорогой. Понятно, что производителю надо чем-то жертвовать. Если не брать во внимание то, что здесь нет сервисов Google и магазина Play Market, многие приложения можно заменить. Это понятно. То в остальном, мириться или нет с его недостатками, каждый решит для себя сам. В комплекте бампера на него нет, но есть защитное стекло. Кому-то оно пригодится. Обычная зарядка, разумеется, и кабель microUSB, если для вас это важно, не Type-C. Опять же, сколько такой телефон стоит, ссылка под видео. Посмотрите на всякий случай аналоги от того же Xiaomi. Они тоже не идеальны за свои деньги до 10 тысяч. Ну, просто хотя бы сравните. Поэтому покупать его или нет, каждый решит для себя сам. А я, как всегда, желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем, Давид. Счастливо.